Всем привет! Это Сергей Шаляпин. Добро пожаловать в мой видеоблог о недвижимости Пукета и всему, что с этим связано. Сегодня я нахожусь на одном из своих самых любимых пляжей Сурин. В этом году сюда приехало какое-то невероятное количество народу, что говорит о его растущей популярности и, конечно же, развитие инфраструктуры. Мы сегодня делаем обзор маленького и можно даже сказать миленького проекта Сурин Санс. Смотрим до конца. Итак, я приехал на крышу 6-го авеню. Как вы можете видеть, окна в этом проекте просто огромные. Когда я увидел в реальности этот шоу-рум, он меня просто влюбил в себя. Френч Балкон, мне кажется, немножко спорная штука. Такая психоделическая подсветочка, я вам скажу, как вам это было. Эта компания решила построить проект на контрасте. Вообще, я довольно долго не снимал обзоры и связано это было, конечно, с пиковым сезоном, потому что в этом году было очень много работы. Работа была интересная, тяжелая. И вы знаете, что я заметил? Что моя работа, я имею ввиду образовательные видео, уже приносит свои плоды, потому что все риелторы на острове заметили, что качество клиента меняется, оно растет. То есть, ваше качество, как потребителя, вы уже не просто интересуетесь, вы уже вникаете в детали, вы уже знаете, что вам нужно, и меня это радует. Но вернемся к нашему проекту. Почему я решил сделать его обзор именно сейчас? Ну, во-первых, конечно, потому что они только-только закончили свой шоу-рум, который мы сейчас поедем и посмотрим. Но еще потому, что, как вы знаете, я люблю проекты, которые уже получили разрешительную документацию. И недавно мне стало известно, буквально на прошлой неделе, что они уже получили экологическое разрешение. А это огромный плюс, я считаю. Кроме того, это один из немногих проектов, который на сегодняшний день позволяет остаться в бюджете до 100 тысяч долларов. А это уже на сегодня редкость. Но давайте сейчас поедем, знаете куда? На крышу 6-го авеню, для того, чтобы показать вам концепцию, как это примерно будет. Не переключайтесь. Вообще, пока не уехали с Сурина, хотел еще обратить ваше внимание, что на сегодняшний день Сурин переживает, ну, можно сказать, второе рождение. Примерно два года назад здесь все было снесено. То есть здесь же были ночные клубы, нормальные рестораны стационарные. Ну, такая довольно-таки развита инфраструктура. Но правительство приняло решение очистить, так как это все было самозахват, и Сурин был обнулен. То есть вот этого всего не было, все это было снесено. Как вы видите, лотки возвращаются, они постепенно превращаются в рестораны. И я уверен, что через несколько лет здесь снова будет нормальная, развитая, качественная инфраструктура. Я приехал на крышу 6-го авеню. Это один из предыдущих проектов этой компании. Компания называется Ocean Group. И строит она довольно много. Это уже ее, по-моему, восьмой проект. Сурин Санс это ее 12-й проект. В общем, смысл в том, что строит она на Пукете давно. Строит разные проекты, интересные проекты. Собственно, поэтому я сюда и приехал. Чтобы показать вам, как вообще будет выглядеть вот эта вот крыша с бассейном, с видом на море, с инфраструктурой. Проект Сурин Санс, о котором я сегодня рассказываю, он будет выполнен в похожем стиле. Я имею в виду бассейн на крыше, вид на море и все прочее. Ресторан и так далее. Но он будет отличаться стилистически. Он будет выполнен в так называемом неоклассическом стиле. И в целом будет похож, но бассейн будет гораздо больше. Вид будет немного отличаться. Мы поднимем дрон, покажем вам, как это все будет выглядеть. Но пойдем посмотрим на эту крышу. Я нахожусь на крыше 6-го авеню для того, чтобы показать вам уже готовый проект. Кстати, за моей спиной практически готовая Пальмира. Она сдается буквально через 1-2 месяца. И в данный момент мы активно занимаемся подготовкой приемки в этом проекте. Также отсюда хорошо видно шоу-рум нового проекта, куда мы сейчас поедем. Вон тот белый маленький домик. Итак, мы приехали в шоу-рум Сурин Санс. Маленький и, можно даже сказать, миленький проект. 82 квартиры. Из них большая часть это студии 30 квадратных метров. Есть также и побольше. Есть односпальные и даже двуспальные квартиры. Помните, мы с вами были на крыше 6-го авеню? И здесь вы видите примерно то же самое. Это большой бассейн. Это зона отдыха. Здесь у нас располагается бар. Вот здесь вот посередине ресторан. И примерно такого же размера, как 6-го авеню, спортивный зал. Как вы можете видеть, окна в этом проекте просто огромные. Они от потолка до пола. А в сочетании с высокими потолками появляется ощущение большого пространства. 82 квартиры. Я как раз люблю такого размера проекты, как вы знаете. Они очень маленькие, бутиковые. И я считаю, что они оптимально подходят для Пукета. Что вы сейчас и увидите в шоу-руме. Итак, мы с вами заходим в студию 29 квадратных метров, которая, если честно, сначала мне не очень понравилась, когда я увидел на картинке. Но когда я увидел в реальности этот шоу-рум, он меня просто влюбил в себя. И, пожалуй, единственный недостаток этого проекта – это балконы, о которых мы поговорим чуть позже. А пока посмотрите, что здесь. Это и кухня, и большой шкаф, и огромнейшая кровать, а также вот этот вот диван, где они не стали кокетничать с раскладным диваном, а просто сделали одно нормальное спальное место для взрослого человека. Надо понимать, что все это задумывалось как отель. Несмотря на то, что называется это все студия и даже квартира, по факту это, конечно же, отельный номер с небольшой кухней. И все об этом говорит. Как интерьер, использование большого количества мрамора, натуральных материалов, так и вот эти декоративные элементы. Заходя, вы видите здесь отель. Прекрасная, комфортная атмосфера. Светло, тепло. Посмотрите на эти окна от потолка до пола. Посмотрите на потолок, который высотой 2,8, кажется, да? Здесь очень комфортно. Вы получите то, зачем вы приезжаете на Пукет. Это небо, это море, солнце и воздух. Френч-балкон, мне кажется, немножко спорная штука, потому что некуда поставить стиральную машину и негде сушить белье. Это, пожалуй, наверное, самые главные, на мой взгляд, недостатки этого проекта. Больше я никаких недостатков, честно говоря, не нашел. Открывается практически полностью и, как говорится, балкон у вас оказывается в квартире. Конечно, надо понимать, что это небольшой номер, студийный, отельный номер. Но вы, когда сюда заходите, вы понимаете, что вы попали в приятное место. Это я вам точно говорю. Мне нравится, что можно спокойно пройти по номеру, не оттолкаясь, не бочком, что редко бывает в отельных номерах и, тем более, в таких маленьких квартирах. А теперь хочу показать вам ванную. Пойдем посмотрим. Итак, здесь все сделано очень функционально и удобно. Посмотрите на эту сдвижную дверь, которая экономит пространство. Посмотрите на вот эту вот толково сделанную зону для раковины, которая, кстати, просто кричит, что это отель. Причем где-то в Китае, в Шанхае, например. Но в целом все сделано очень компактно, удобно. Посмотрите на спрятанный бачок, посмотрите на классический унитаз. Немножко низкий для европейца, но здесь так принято. И теперь переходим в душ. Итак, мы заходим в ванную. Здесь сделано все толково, по уму. Нормальные полочки, куда можно разместить все баночки, скляночки и так далее. И вот этот вот чудесный оригинальный душик. Как вам так? Здесь не поместился большой холодильник. То есть в больших квартирах они уже, конечно, такого нормального размера. Здесь это, по сути, такой мини-бар. Раковинный кран фирмы Хафели. Не сэкономили. Отельная дверь работает на карточке. Сделано довольно-таки симпатично. Высота двери хорошая. Такая психоделическая подсветочка, я вам скажу. Я бы сделал что-нибудь попроще. Теперь расскажу свои ощущения и более подробно о самом проекте. Как я и говорил, 82 квартиры. Это проект в европейском стиле. То есть в этой компании, у них каждый проект отличается так или иначе друг от друга. И в данном случае этот проект своего рода эксперимент этой компании. Потому что они решили в этот раз построить в европейском стиле. То есть такой, знаете, как на контрасте. То есть это европейский стиль. Я бы даже сказал такой Манхэттен стайл. И тайская действительность, окружение зеленое. То есть у вас такой возникает как бы контраст. Французские балконы, маркизы. Такой неоклассический стиль. Это все вместе производит впечатление. То есть вы не ждете этого от Таиланда. Сам по себе проект, как я и говорил, очень маленький. Всего 82 квартиры. За счет чего здесь никогда не будет муравейников. Здесь никогда не будет такого, знаете, как большого отеля. Это бутиковый, очень маленький будет такой кондоминиум. И знаете, такого типа как, а кто у вас сосед? Да я не знаю, его ни разу не видел. Что касается каких-то подробностей цифровых. Ну, тут все достаточно стандартно. График платежей, который застройщик предлагает, рассчитан на 2,5, почти на 3 года от нынешнего момента. Как я уже говорил, экологическое разрешение получено. Соответственно, что у нас имеется на сегодня? Им нужно сейчас получить разрешение строительства. Это займет буквально, может быть, там 2-3 месяца. И они могут начинать стройку. Начало стройки, запланированное на конец весны. Соответственно, полная готовность ожидается примерно через 2,5-3 года от нынешнего момента. Что это значит? Что вы можете растянуть платежи на этот срок. 35% первый платеж. И дальше у вас получается график, привязанный к этапам строительства. Соответственно, последний платеж уже после завершения. В плане обслуживания стандартный 60 баз за квадратный метр. Также все дополнительные платежи стандартные. Не будут застрять на этом внимание. Это все как везде. Вернемся к ценам. Самое интересное здесь это цены. На данный момент у застройщика продано примерно 30% здания. И остались квартиры на 3-4 этажах по цене от 3 миллионов 700 тысяч бат. Ну вы не пугайтесь, потому что в реальности этот застройщик славится тем, что он дает хорошие скидки, если вы серьезно настроены. Поэтому, если вас интересует приобретение квартиры на Пукете плюс-минус 100 тысяч долларов, то это подходящий вариант, вы уж мне поверьте. Конечно же, я могу помочь вам согласовать правильную цену, а также все необходимые бонусы и подарки. Плюс, возможно, от меня лично. Так что, если вас заинтересовало приобретение квартиры в этом конкретном проекте, я советую не тянуть и позвонить мне прямо сейчас по номерам, которые вы видите на экране. И связано это с тем, что квартиры уходят очень быстро. Сейчас у нас высокий, можно сказать, пиковый сезон. Поэтому каждый день идут продажи. С каждым днем все меньше и меньше остается квартир по выгодным ценам. Потому что, естественно, как только они начнут строиться, цены начнут расти. Поэтому нужно, ну, в своем роде торопиться. Это не значит, что нужно бежать и сразу брать все подряд. Но я советую подумать над этим. И закончить свое видео я решил на том самом месте, где через 2,5, максимум 3 года будет стоять новенький, красивенький кондоминиум, в котором у вас есть возможность приобрести себе квартиру. Для этого нужно всего лишь позвонить мне по контактам, которые сейчас видите на экране. И мы с вами вместе поедем и посмотрим его. Так что до встречи на Пукете. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!